А сейчас пересказ фильма «Темный лес». Подписывайтесь на канал, еще немного и мы наберем 100 тысяч подписчиков. Чем больше подписчиков, тем больше видео. Приятного просмотра! Пенсильвания – типичный для конца 19 века протестантский поселок Ковингтон. Поселок со всех сторон окружен лесом, в котором живут опасные существа, те, чье имя нельзя называть. Между людьми и существами заключен негласный договор о ненарушении границ, однако на случай атаки деревня окружена защитной полосой из столбов с установленными на них масляными факелами. По ночам на сигнальной вышке дежурят часовые, задача которых – ударить в колокол, если существа попытаются проникнуть в деревню. Часовые надеты в желтые плащи, так как считается, что желтый цвет отпугивает существ. На столбах развешаны желтые флаги, а сами столбы помечаются желтой краской. Красный цвет считается в поселке дурным, притягивающим существ и монстров. Этим лесом жители поселка полностью отрезаны от окружающего мира. Но они не чувствуют себя ущемленными, так как, по утверждению старейшин, в больших городах люди погрязли в грехах и разврате. В городах правят деньги, из-за которых убивают людей и которые приносят лишь несчастье, в то время как натуральное хозяйство деревни обеспечивает жителей едой, одеждой и всем необходимым. Фильм начинается с похорон Дэниела Николсона, малолетнего сына одного из старейшин. По всей видимости, недостаток лекарств не позволил вылечить мальчика. Молодой житель поселка Люций Хант просит у старейшин позволения пройти через лес, чтобы добыть в городах лекарства и предотвратить возможность новых смертей. Я соберу необходимые лекарства и вернусь. По его мнению, существа руководствуются фундаментальным принципом «предполагайте добрые намерения» и, зная о целях нарушения границ, не причинят ему зла. Старейшины отказывают, нельзя нарушать договор и подвергать угрозе жизнь всех жителей. В каждом уголке этой деревни есть секреты. В это же время в поселке начинают появляться страшные свидетельства появления существ, трупы животных с полностью снятой шкурой. Один из жителей поселка Ной Перси, у которого не все в порядке с головой, но полностью отсутствует мистический страх перед тварями. Он принес откуда-то ягоды дурного красного цвета. На следующий день во время обхода защитной полосы Люций Хант на несколько десятков метров углубляется в лес и обнаруживает там такие же ягоды. Однако почти сразу он замечает, что за ним наблюдают и спешно покидает лес. Решив, что Ной Перси ходил в лес и не был убит существами, Люций предпринимает новую попытку уговорить старейшин отпустить его в город. Однако, вскоре во время празднования в деревне свадьбы существа, словно предупреждая о недопустимости нарушения договора, производят нападение на деревню. Они режут скот и снимают с убитых зверей шкуры. Ночью житель деревни, стоявший на страже, заметил красное чудовище, вошедшее в деревню. Он тут же позвонил в тревожный колокол. Услышав звон, жители деревни побежали в свои покои, чтобы спрятаться. Но дом Люциуса был слишком далеко, чтобы он смог добраться до него. Его чуть не обнаружило чудовище. Слепая девочка Айви беспокоилась за Люциуса. Она стояла перед своим домом и ждала его. В самый нужный момент, когда монстр почти достиг девушки, Люциус схватил Айви за руку и затащил ее в дом. На следующий день на дверях всех домов в деревне появилась красная метка. Это означало, что монстр придет снова. Жители поселка повергнуты в смертельный ужас. Люци Хант решает, что именно нарушение им границы повлекло за собой эти события, о чем он заявляет старейшинам и оставляет свои попытки убедить их разрешить ему отправиться в город. Но через некоторое время происходит непредвиденное. Преступность приходит в их тихое селение. Дурачок Ной Перси оказался далеко не безобиден и непрост. Он, приревновав Айви, слепую дочь главы поселка Уокера, тяжело ранил ножом ее жениха Люция Ханта. Отойди, отойди, отойди. Возьмите ее. Ноя запирают в сарае, а местный доктор пытается оказать помощь Люцию. Однако ранение Люция инфицировано, и он почти умер. Ему требуется лекарство, способное остановить инфекцию. Старейшины дают Айви разрешение нарушить границу, отправиться в город и купить там нужные лекарства. Незрячей девушке предстоит пройти через лес. Вся община уверена, что именно она лучше всех пройдет лес. Хотя никто этого не проверял, так как в лес ходить запрещено. Эдвард Уокер, отец Айви, приводит ее к запретному сараю и дает девушке инструкции, как избежать встречи с существами. Однако в лесу Айви все-таки встречается с существом, жутким антропоморфным монстром в красном балахоне. Слепой, но хитрой девушке удается заманить и столкнуть его в яму, где существо погибает, по-видимому повредив позвоночник. В следующий момент становится ясно, что в костюме существа был сбежавший Ной Перси. Но незрячая Айви этого не видит. Благодаря флэшбеку раскрывается главная тайна поселка. Тец Айви, приведя ее к сараю, дает ей на ощупь опознать костюмы страшных существ, тех, чье имя не называют. Он признается, что никаких страшных существ в лесу нет, это всего лишь миф, чтобы молодежь не покидала поселок и не отправляясь в отравленные грехом и деньгами город. Старейшины по очереди переодеваются в костюмы, издают страшные звуки и наводят ужас на поселок. Айви проходит весь лес и упирается в заросшую плющом ограду. Перебравшись через нее, она попадает в мир конца 20 века. На джипе к ней подъезжает один из патрульных охраняющий периметр природоохранной зоны. Поначалу он принимает ее за простого обывателя, пытающегося проникнуть внутрь заповедника. Так вы пришли из леса? Оттуда? Однако узнав, что девушка пришла из лесов и прочтя письмо старейшины, охранник соглашается выполнить просьбу Айви. Достав на одном из постов охраны нужные лекарства, он передает их ей и помогает Айви перебраться через стену обратно в лес. Начальник поста охраны строго отчитал, но постарался не заметить действий своего подчиненного. Айви возвращается в деревню. В конце фильма раскрывается вся предыстория возникновения поселка. Отец Айви Эдвард Уокер, весьма богатый и влиятельный человек, профессор истории и эскапист, в 1970-х годах организовал природоохранную зону, внутри которой построил тот поселок. Вместе с единомышленниками он основал общину, маленький идеализированный мирок благосного и джентльменского XIX века, в котором нет места насилию и несправедливости. Теперь в деревне, кроме самих ее основателей старейшин, живут только их дети и внуки. Над природоохранной зоной запрещено пролетать самолетом, периметр заповедника тщательно патрулируется высокооплачиваемой службой охраны. Охранники считают, что они просто охраняют природу. Ни один посторонний не имеет права прохода за ограждение, а все попытки пресекаются. Все старейшины приняли решение об уходе из современности после того, как столкнулись с гибелью своих близких в результате насильственных преступлений. Эдварду Уокеру удалось спасти Люция Ханта, решить проблему сумасшедшего Ноя и сохранить тайну поселка. Он считает, что такие люди, как сильная духа Майви и верной ей Люций, смогут вести общину после уже немолодых старейшин. Незрячая Айви не могла видеть мир за оградой, а смерть Ноя Перси будет использована для нагнетания страха на жителей. Так как он нарушил договор, проникнув в лес, за что и был убит теми, чье имя нельзя называть. Община продолжает существование. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и ставить лайки, ведь это очень важно для развития канала. А также напишите в комментариях, на какой следующий фильм сделать краткий пересказ. Всем хорошего дня!